В очередном видеообращении министр здравоохранения Калмыки Юрий Кикенов сообщил о повидеомиологической обстановке в республике. Всего в регионе 192 подтвержденных случаях заболевания COVID-19. 131 человек находится на стационарном лечении. 41 из них получают лечение в районных больницах. Выписано 38 человек, 5 из которых дети. В тяжелом состоянии находится 7 человек. 5 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Министр призвал жителей Калмыкии соблюдать самоизоляцию в период майских праздников. Республика Калмыкия приближается к пику заболевания, которое вместе с Роспотребнадзором прогнозировали на конец апреля, начало мая. Вот сейчас это время наступило. Сейчас время, когда необходимо предъявить самые жесткие требования к себе и к своим близким. Остаться дома и никуда не выходить. Для того, чтобы мы успели справляться с теми больными, которые поступают. Кроме этого, хотел бы сказать о тех претензиях, которые существуют в социальных сетях. Я, честно говоря, оправдываться не собирался. Но, находясь на самоизоляции, меня заинтересовал вчера в пост в доске позора о том, что некоторое оборудование можно приобрести гораздо дешевле. Там были указаны ссылки на фирмы, которые готовы поставить нам оборудование. И, конечно, меня это заинтриговало. Я подумал, что неужели, что сотрудники Минздрава, отделы закупок всех больниц, Общественный совет при постпредстве в Москве, где десятки людей пытаются нам помочь найти оборудование, средства индивидуальной защиты, найти вещи, которые нужны, необходимы для борьбы с коронавирусом, не могут найти. А тут есть специалисты, которые готовы это сделать. Уважаемые земляки, если у кого-то действительно есть реальные знакомые, однокурсники, сослуживцы, просто друзья, которые занимаются поставками медоборудования, средств индивидуальной защиты или знают таких людей, которые могут нам действительно реально помочь в приобретении этих вещей, мы готовы получить и принять любую информацию для использования. Глава Республики Батухасиков выступил с инициативой поощрить сотрудников станции скорой помощи в честь профессионального праздника, который они отметили накануне. Медицинский персонал получит дополнительные единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Для этого из республиканского бюджета выделено более 2 миллионов рублей. Сейчас, особенно не просто работникам скорой медицинской помощи, которые буквально находятся на передовой, чтобы как-то скрасить им и их семьям майские праздники, мы вместе с правительством Калмыкии выражаем благодарность за их самоотверженный труд, отметил Батухасиков. В рамках празднования 75-летия Победы руководитель администрации Эльсты Дмитрий Трапезников посетил участника Великой Отечественной войны, труженика тыла и ветерана труда Российской Федерации Анатолия Борисовича Тепшинова. Анатолий Борисович воевал на передовой в районе Матвеева Кургана на Меусфронте в составе 308-го стрелкового полка 98-й дивизии. В начале 44-го года был снят с места службы и направлен в Широклак, где находился до марта 45-го года. В 1957 году Анатолий Борисович по окончании Саратовского зооветеринарного института вернулся в родную Калмыкию, где долгие годы трудился старшим ветврачом в Министерстве сельского хозяйства. На сегодняшний день приготовили подарки, вот в этот период, порядка 560 штук. Значит, из них 26 ветеранов, также труженики тыла и вдовы, участников Великой Отечественной войны. К сожалению, сегодня мы видим в условиях изоляции, связанных с ковидом, 9 мая, конечно, все будет усечено, основных мероприятий не будет, но руководством республики и руководством города запланировано естественное возложение цветков возле мемориальных памятников, возле на могилах героев. Поэтому мы запланировали, расписали уже, кто куда конкретно пойдет, и мы примем участие в таких усеченных, скажем так, митингах. На сегодняшний день уже заканчиваются последние ремонтные работы и наведение порядка возле памятников, поэтому к 9 мая мы пока что так, к сожалению, готовимся. Но мы надеемся, что в ближайшем будущем все наладится, мы наконец-то снимем эти средства защиты, и тогда уже более массово будем проводить мероприятия, посвященные победе Великой Отечественной войне. Анатолий Тепшинов награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Юбилейными медалями имеет звание ветеран труда Российской Федерации. В Целинном районе продолжается подготовка к летнему оздоровительному сезону. В данный момент в детском стационарном лагере Сайгачонок идет капитальный ремонт. Накануне ход ремонта проинспектировал первый заместитель главы Целинного района Басан Кабушаев. Вместе с директором детского лагеря Лейлой Шараевой он осмотрел основной спальный блок и новую водонапорную башню, посредством которой вода будет поступать на территорию лагеря. Во всех остальных блоках строители произведут монтаж оконных и дверных проемов. По результатам осмотра Басан Кабушаев поручил директору лагеря проводить ежедневный мониторинг хода ремонта. Уже отремонтировано помещение, отведенные под пищеблок и медицинский пункт с изолятором. Главное управление МЧС Калмыкии сообщает, что по данным Калмыцкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи и утром 30 апреля местами в республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 1 до минус 2 градусов. Прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Роспотребнадзор призывает граждан продолжать строго соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, воздержаться от походов в гости, отказаться от тесного общения в компаниях, прогулок и пикников. Соблюдать все меры предосторожности в пути. Выбирайте личный транспорт или такси. При использовании общественного транспорта используйте маску, соблюдайте дистанцию, обрабатывайте руки кожным антисептиком. Придерживайтесь безопасного питания, соблюдайте температурный режим хранения продуктов, вымойте руки перед приготовлением и приемом пищи и не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19. При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью. Национальное телевидение «Калмыкия» в год памяти и славы запускает акцию «Бессмертный полк онлайн. Живая открытка». В день 75-летия Великой Победы 9 мая мы покажем портреты наших отцов, дедов и прадедов на канале НАТС-ТВ. Поможем сохранить семейную память. Свои фотографии и истории с пометкой «Бессмертный полк онлайн» присылайте на интернет-ресурсы, реквизиты которых вы видите на своих экранах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok